Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Ну и для всех, кто нас смотрит, сообщаю, что мы теперь обуреваемый членокружка. Единые мысли о том, как материалистически истолковывать и как преобразовывать для изучения науку логики Гегеля. И так можно поставить вопрос тогда, когда прочтешь то, что написано у Гегеля. Все вот участники кружка отличаются от других людей, которые иногда вспоминают Гегеля, тем, что они прочитали первый, второй и третью книгу или два тома. В том, первый объективная логика и в том, второй субъективная логика. И поэтому мы можем на это произведение посмотреть не только с той точки зрения, что мы там многое поняли, и не только с той точки зрения, что мы там многое не поняли, потому что это не такая простая книга, что вот ты дочитаешь до конца и так все и поймешь. Что-то и не поймешь. Но целое поймешь. Вот исходя из этого, мы с вами все помним, и классики марксизма все время говорили, что это вот такая книга, без которой сам марксизм не мог бы существовать. Ну, как говорил Маркс. Маркс говорил, что мое отношение к Гегеле очень просто. Гегель мой учитель. Ну, как мы знаем, Маркс материалист, и то, что у него идеалист Гегель учитель, не помешало Марксу быть материалистом, потому что у него и второй учитель был, Фейербах, после которого он перевернулся. Маркс с головы, и друг его, Энгельс, с головы на ноги. Хотя они, так сказать, как-то намекали, что Гегель стоял на голове. Ну, вот если мы, так сказать, непревратно будем смотреть на это главное проведение Гегеля и оценивать, какие тут есть все категории, какие относятся к субъективному, а какие относятся к объективному, к тому, что изучает материализм. И что мы тогда получаем? Вот открываем. Теперь хорошо, мы это все изучали подряд. Можем пройтись по основным категориям. Причем не будем конкретизироваться, только по самым крупным. Вот первая книга. Учение об истии. Это идеализм или материализм, если это учение об истии? Если бы о бытии Бога, то тогда это было бы другое дело. А тут о бытии. И что там такое за категории? Всего три. Определенность, качество, величина, количество и мера. И тут это все категории сугубо материалистичные. Сугубо величина. Определенность, величина. Ясное дело, что определенность. Если бы никакой определенности нет, вообще ничего нельзя видеть, ничего нельзя определить. Определенность, величина, количество и мера. Хорошо. Вторая книга в этом же томе, в которой Гегель сам назвал об учении о бытии. Бытие это вообще относится к чему? К материи или... Материя это синоним этого бытия. Учение о сущности. Сущность как... А что такое сущность? Это снятое бытие. Снятое бытие это бытие? Или это бытие, улетевшее на небо? Сущность это углубление в бытие? Или там ворота, отпрыгивание от бытия? Отрицать же можно как-то. Посмотреть, что надо мной, и посмотреть, что во мне. Но все понимают, и мы в этом убедились, что сущность это такое отрицание, которое представляет собой движение вглубь бытия. То есть углубленное понимание бытия, это углубленное материалистическое понимание. Правильно? Ну и что мы? Тут тоже как всегда троичность. Все очень легко поэтому понимать и запоминать. Сущность как рефлексия в себе самой. Только первой. Потом второе идёт явление. Ну явление, это уже не явление Христа народу. А о чём тут идёт речь? Тут идёт речь о существовании, о существовании, как выставляется Гегелем, как восстановленное через сущность бытие. Читали? Мы на этом останавливались. То есть поэтому нам сейчас легко. То есть мы сейчас вот как бы собрали всё это вместе и смотрим, что получается. Поэтому явление, то есть он не удержался даже на том, чтобы вот такое пустое бытие долго рассматривать, а вот оно уже пошло в углублённое бытие. Это сущность. Ну и третья категория, которая рассматривается из крупных обучений, какая? Понятие. Чего? А в сущности. В сущности. Если сущность вам не нравится, ещё два от неё захотите отказаться. Закон? Нет? А у вас тут есть оглавление. Я-то человек, как со школы привык, уже смотрю по бумажке. А вы хотите продемонстрировать такое глубокое знание. Действительность. Там что написано? Действительность. Действительность. Ну Гегель изучает действительность. Это идеализм или материализм? Глубокий материализм. Ну, глубокий материализм. Действительность, причём с сущностью, существованием и так далее. И это вот, на этом и заканчивается эта книга, ничего тут больше нет. Нет? Вот две книги. Вот такой материалистический том. Да? Ну, в Библии тоже есть бытие, а и тут есть вот бытие. Бытие и сущность, всё материалистическое. Дальше. Хорошо. Может, тут есть какой-то идеализм? Берём и смотрим. И считаем, сколько тут, какой процент идеализма. Хотя, если брать, так сказать, по-крупному. Берём и буквы логики оглавления. Ну, вот. Значит, чем? Здесь три всего розетчика. Ну, вот субъективность, ясное дело, это, так как можно понимать, вот его постановка на первый план носит идеалистический характер. Правильно? А если поменять? Вот есть объективность. Только что изучали мы действительность. Логично теперь начать изучать объективность. Ну, действительность. После действительности идёт объективность. И причём, какая объективность? Не просто взгляд объективный. Механический объект, механический процесс, абсолютный механизм, центр закон, переход механизма, химизм. Так? А дальше? Дальше вот есть телеология, она немножко поторопилась уже с этим делом, потому что телеология должна быть после человека. А тут ещё после химизма человека нет. Но зато дальше идёт в разделе идея. Жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Это всё материализм или идеализм? Жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Значит, для идеализма остаётся. Субъективность. Как кандидат на субъективность, на идеализм. Ну вот идея познания уже как-то не тянет на идеализм. Потому что идея познания, хоть так её понимай, хоть сяк понимай. Идея познания есть познание. То, что вы познаёте. Если вы познаёте материю, это материализм. Если вы познаёте идею, это идеализм. Но абсолютная идея, это что такое? Абсолютная идея, и это единство теории и практики. Что мы знаем с вами из изучения, правильно? И что, единство теории и практики, единство идеи и её преобразования – это идеализм. И, кстати, у Гегеля ведь как стоит вопрос. Вот сюда отнести надо эту телеологию. Она вот там у него забралась раньше. То есть она звучит вполне материалистически. Есть какая-то субъективная цель у кого? У живого индивида. А у кого она ещё может быть? Она бы на него забралась, конечно, раньше. Но он всё равно, даже в идее, идея начинает с жизни. Да. Без жизни нет идеи. Да. Ну, а следовательно и телеологию, и цели не поставишь. Вот субъективная, вот поэтому, так сказать, после идеи, если поставить телеологию, будет субъективная цель. Средство. Ну, средство – это ясное дело, опять-таки, вовсе не идеалистически смотрится. У нас средство не в голове, а средство на материальный объект поставить между собой и тем, чтобы преобразовывать. И выполненная цель. И это всё, вот эта вот телеология, это прямо, так сказать, необходимо для абсолютной идеи. Там, где речь идёт о преобразовании. Что для Гегега тут главное? Познание мира или преобразование? Познание действительности. Я не буду мир говорить, а вот как у Гегега сказано, действительность, учение о сущности. Познание действительности или преобразование. С чем заканчивается это? Единственное преобразование действительности и познание её. Но для познания нужны ещё понятия. Поэтому тут есть вот такой раздел субъективность. Но он забрёл сюда по единственной причине. По единственной причине, потому что Гегель как идеалист, я не знаю, может быть, он по каким-то чисто практическим задачам, как ректор этого самого Берлинского университета, чтобы его не выгнали сразу. Может, ещё по каким причинам. Но он взял и поставил сюда субъективность. Как может после действительности пойти субъективность? Вот объясните мне. Логика есть какая-нибудь? Это же логика. Логики тут никакой нет. А вот если субъективность поставить после объективности, это логично. Есть объективность и есть её отражение. Субъективность. У Гегеля ведь там борьба. Он рассматривает Бог у него как субъект. И, соответственно, он ставит, соответственно, субъективность. Нет, вот тут не надо. Нету тут Бога ничего. Я же беру, взял оглавление. Ну что вы своё знание демонстрировали? Я считал всякие примечания, которые делает Гегель. А вы не читайте примечания. А вы читайте основной текст. Он так и надеялся, что найдутся люди, которые прочтут. Замечания. Я не стал читать примечания. Про Бога. Я думаю, он оправдывался. Это во-первых. Во-вторых, что у него у Гегеля выше? Бог или абсолютная идея? Ну, абсолютная идея. Ну, так и всё. Значит, Бога он разрушил. Ну, абсолютная идея. А идею хочешь понимать так, как её не понимай. Это такое субъективное, которое связано с преобразованием действительности. Действительность его категории. Я же не случайно говорю по-крупному. Это вот третья категория учения о сущности. Действительность. Действительность. Вот цель ставится по преобразованию в действительности. Где тут, какой идея? Это практика называется. Человеческая практика. И практика, и везде есть у него. Есть и механические объекты, и процессы, и средства производства, и рождение человека у него есть. Живой индивидуум, процесс жизни, и даже род есть. Что ещё надо? Ну, что ещё надо? То есть, если бы сейчас нужно было решать вопрос, если он идеалист. Сейчас же такое время, несмотря на капитализм, всё равно не в почёте особенно идеализм. Больше материализм в почёте. И материализм появился уже в капиталистическое время. Но никак не получается его сделать. Поэтому задача преобразования вот этой книги, преобразования, преобразования не в смысле того, что мы её, так сказать, вот возьмём и переделаем. Мы её не переделаем. Мы просто скажем, как надо её штудировать. Прочитать надо сначала такой, какой она есть. Правильно? И это первое. А второе, надо посмотреть на то, что вы прочитали. А вот теперь попробуйте её прочитать в том порядке, в каком мы вот с вами сейчас обсудили. Порядок очень легко поправить. Что нужно сделать? Значит, до действительности первые две книги читай подряд. Потом надо начать с объективности. А почему с объективности? Потому что, ну вот смотрите, с чего должна начаться третья книга. Если первая книга бытие, а вторая – сущность, то сущность приходит к чему? Извучительность. К отрицанию. Сущность приходит к своему отрицанию и снова, так сказать, превращается в бытие. Но в такое бытие, через которое просвечивает сущность. Правильно? Вот такое вытие, через которое просвечивает сущность и потом изучается уже дальше. Раз дело обстоит таким образом, то следовательно, задача состоит в том, что после действительности следующий шаг должен быть какой? Следующий шаг – это преобразование этой действительности. А для этого надо сначала объективность рассмотреть, надо взглянуть на этот мир. И у него объективность включает деятельность человека. Но механизм, механический объект, механический процесс. Это же все предполагает преобразующую деятельность человека. Вот там вы прочитаете про средства, правильно? И даже про то, что плуг важнее, чем то зерно, которое с помощью него получают. Потому что это все зерно, оно в разном порядке исчезнет, а плуг будет использоваться и принесет вам много-много зерна, благодаря тому, что он увеличивает производительность труда. То есть, что мы тут видим, мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что здесь вот центр, закон, переход механизма и так далее. Ну, скажем, в учении о сущности речь идет об объективных законах и явлениях. Явление – это явление закона. Где изучаются законы? В голове, в голове у Бога, в голове у идеи. Нет, это же изучается после того, когда уже рассмотрено существование. А что такое существование? Кто скажет? Вот у Гигеля очень кратко некоторые вещи сказаны, в том числе на задаче нашего кружка – это облегчение всем товарищам понимать, понимание науки логики Гигеля. Это очень просто, значит, существование – это восстановленное через сущность бытие. Восстановленное через сущность бытие. Восстановленное молоко – это молоко? Молоко. Восстановленное через сущность бытие – это бытие? Да, это бытие. Бытие. В чем проблема? То есть существование появляется уже тут сразу из трех вот этих позиций на второй. Но объективность там уже была, а здесь о чем идет речь? А здесь уже действительность там была. А вам надо идти до действительности. То есть субъективность начинается, по крайней мере, у Гигеля после действительности. Так? Ну тогда она начинается как познание этой действительности. Это субъективность. Но как она может начинаться с познания, вот если эта субъективность берется до объективности? Все-таки объективность прямо примыкает к действительности. Раду объективность не надо ставить вопрос. Субъективность здесь только по форме может быть. То есть в том смысле, что мы ставим цели и потом их реализовываем. Поэтому и раздел есть. Вот третья глава «Телеология». Вот она, третья глава. То есть, если раньше мы вот читали, это самая материалистическая книга «Идеалисты». В ней меньше всего идеализма и больше всего материализма. Если бы он поставил объективность сразу. И все? Я думаю, он специально ее убрал. Потому что все его, так сказать, представители в окружающем мире просто разваливались, когда он это все писал. То есть, если поставить вот сюда объективность сначала, а потом субъективность, ну это чисто материалистическая книга, так сказать. Безбожник какой-то писал. Да, я был человек верующий. Ну, в конце концов, мы гадать не можем. Мы только можем сказать, что вот эта постановка этого, она противоречит тому пониманию, которое Гегель сам дал. Что такое вот третья книга «Учение»? Что такое третья книга? Это единство первой и второй книги, да? Первая книга как называется? Бытие. Вторая сущность. Следовательно, третья книга – это единство бытия и сущности. То есть, такое бытие, через которое просвечивает сущность. И вот такое бытие, через которое просвечивает сущность – это выражается категорией объективность. Потому что всякая объективность, конечно, имеет бытие. Но мы останавливаемся не на том, что она есть, а конкретно разбираем, а в чем там сущность дела. Механический процесс, формальный механический процесс, абсолютный механизм, центр, закон, переход механизма и так далее. Потом, мало того, химизм. Ну, куда вы отнесете? К какому идеализму вы можете пристроить с какой стороны химизм? Ни с какой не пристроен. А жизнь? Жизнь, живой… Он же не взял жизнь Бога. А что он взял? А, живой индивидуум. Ну, живой индивидуум – это указание на то, что он не всех индивидуум взял, как Маркс позднее. Потому что у Маркса не просто материализм, а у Маркса материализм исторический. Он взял индивиды, производящие в обществе. Вот, действительно, исходный пункт. А он взял одного живого индивида. Ну, он взял, так сказать, живого индивида, это же материалистический подход. А взял он для чего? Для того, чтобы рассмотреть процесс жизни вот этого самого индивида. Не процесс общественной жизни. На это он не замахивался, Гегель. И с собой задачи не ставил, и условий для этого не было. А во всяких примечаниях, которые тем и отличаются от основного текста, что они примечания. Вот, он там чего-то об этом говорит. И род. Причем род понимается как рождение человека. И вообще, что нет идеи без индивида, без жизни. Без материальной жизни, без индивида, нет идеи вообще никакой. Нет идеи, да. Идея начинается с жизни, с материальной жизни человека. Если есть материя, то есть идея. И она может родиться только в человеке. Да, но это как-то противоречит основным представлениям XII века, и, я понимаю, Гегеля. То есть, с чего начинается это? Жизнь, причем жизнь начинается с живого индивидуума, с человека, живого. А не с Бога, не со святого какой-то истины, не с идеей, а начинается с него. Идея начинается с него. А тогда понятно, что это идея, приходит идея познания. Вот вы сначала воспользуетесь аналитическим познаниям, потом хейстическим познанием, дефиницией, определениями, и так далее… А тогда можете выработать идею добра. А что такое идея добра? Преобразование. А? Идея позвivity. Нет, не позв términ. Преобразование. Преобразование. Преобразование мира. Преобразование мира. Вот идея-то у вас есть, ну только вы преобразовываете. Давайте конкретную идею, как вы собираетесь преобразовывать мир. Пишите в программу партии, прямо записывайте и дальше преобразовывайте. Что написано или в каком Гегеле написано? Она написана программа. Нет, написана вот здесь. Программа позже написана. Да, написана программа. Ну, позже она написана, чем эта книга. Чуть-чуть позже. Не успел Гегель. Не успел. Это во-первых. Во-вторых, программа у нас... Известная вам программа Коммунистической партии когда появилась? В каком году? Это раньше появилось. А программа партии когда появилась? Коммунистическая? Манифест. Манифест не программа партии. Потому что это так, коммунисты, которые партию не образовывают еще. Они как бы вот люди. Первое, в 1902 году. Чего вы не знаете это? Вот дают. Нам пистолеты не выдают. Этим и пользуются товарищи. Ну, в каком году был? Была принята по первой программе РКПП. РСДРП. На первом съезде? Ну, когда был первый съезд? В 1998 году. А? В 1998 году. Съезд был в 1998, а программа была на втором. А не на первом. А второй? В 1903 году. Вот, в 1903. Ну, спасибо. Теперь все возрадуются, кто смотрит на нас, что у нас есть люди, которые помнят, когда имелось, когда была первая программа. Вот, это первая программа. Кто написал первую программу? Плеханов. А? Плеханов. Плеханов. А кто участвовал в доработке этой программы? Плеханов. 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 А Мартов не участвовал, он был в комиссии. Ни в чем его участие не выразилось. Ни в чем. Потому что Ленин написал свой проект. Во-вторых, он начал спорить с Плехановым по поводу диктатуру пролетариата и посоветовал диктатуру убрать пролетариата. Дескать, хватит нам и руководящей роли. Плеханов был большой марксист. Ну, раз есть против, он взял и убрал. А Ленин, еще больше был марксист, он взял по этому вопросу, быстренько прочитал, что писали Маркс, Энгельс. На следующее свидание приходит, а что это, здесь же была диктатура пролетариата. Так, говорит Плеханов, так вы же сказали убрать. Не, Маркс и Энгельс, сугубо подчеркивали, что это должно быть. После этого, значит, Плеханов, когда человек спокойнее, ну, хорошо, если вы хотите вернуть, вернем. И это появилось первое появление диктатуры пролетариата. В программе Коммунистической партии. В Коммунистическом манифесте есть диктатура пролетариата? Нет? Вот. Так что это вот, эта идея познания, это не так быстро идея истины проходит. Даже вот мы можем, как говорит Светы, и Ленина здесь видеть, что он тоже так, как вот некоторые товарищи в кружке, так он тоже колебания проявил. А чтобы вести себя без колебаний, что нужно сделать? Нужно это пересмотреть, рассмотреть, обдумать. И тогда будешь твердо стоять. А не то, что я просто вот как встану вот так и пойду. Несмотря на то, что впереди стена и так. У нее лбом его просто. Так. Вот какой интересный получается вывод. Вывод получается такой, что мы не вообще говорим, что тут много очень материалистического. А мы просто разобрали. Прямо. По всем основным положениям. То есть мы не переходили на мелкие разделщики, подразделщики. А взяли только какие. Те, которые вот в трех книгах, в каждой книге есть три раздела. И из этих трех разделов, в первых двух мы не нашли нигде, ни к чему не могли предъявить каких претензий с точки зрения материализма. А в третьей книге мы сказали, надо переставить. Вот первую поставить объективность, вторую субъективность и все. Потому что как можно говорить о субъективности, если вы кончаете действительностью, действительностью кончаете учение о сущности, это же действительность там стоит в конце. Ну как перейти от действительности к субъективности? Никак. Никак нельзя перейти, никакого перехода нет. Взял и поставил, Геги. А вот взял и... Но он автор. Он так и имеет право. Он говорит, ну, люди разберутся, потом соберутся, они меня проникнут. Потом переставят, потом читайте сами, пишите, кто вам мешает. Вот такая история. То есть, не то, чтобы нам надо было бы все, знаете, как вот, переделать, все перелопачивать. Но новую написать. Новую написать. Ничего не надо новую писать. Ну, вот, что надо сделать? То есть, понятно, что книга, уважение к автору, означает, что надо сначала прочитать то, что написал автор. А после этого, сколько хотите и что хотите, в каком порядке дальше читать, это дело того, кто читает. Вот тут автор уже неволен над этим. То есть, уважение к автору состоит в том, что вы целиком прочитали, и что отметили, то и отметили. А вот дальше вы можете как угодно это преобразовывать для себя. Ну, мы же для себя это делаем. У нас круг для себя или для Гегеля? Для себя. Ну, Гегель сделал для нас, а мы для народа стараемся. Тоже в этом смысле для себя. Поэтому, надо сказать, что не надо себя запугивать. Тут все материалистическое, кроме, так сказать, вот того, что надо переставить. Два из скольких? Всего девять таких подразделщиков. Девять, да? Три в первой книге, три во второй и три в этой. А вам нужно в учении о понятии поменять местами первый и второй номер. Все. Так это не менять, просто читать сначала объективность, а потом объективность. Ну, да. Ну, поменять я имею в виду для чтения уже, для второго чтения. Для первого чтения не надо, потому что полезно читать многократно Гегеля. Мы знаем, мы так и делали все время, и из этого исходили, что мы будем внимательно разбираться. И не только вот по-крупному, но и в деталях. Но для того, чтобы это было чтение вполне материалистическое, вы уже при втором чтении будете читать объективность, потом субъективность и все. Ну, и что касается вот раздела телеологии, я думаю, что его после человека надо. Вот когда вот после рода, наверное, вот он. Потому что пока он не родится, вряд ли можно ставить цели. Как вы считаете? Ну, родители могут поставить цель перед своими детьми. Но дети вряд ли. Поэтому после рода вот поставить надо эту самую телеологию. И все в порядке будет. Вот и все. Ну, можно было, конечно, жизнь поставить после химизма. Жизнь после химизма? Нет. Нет. А, нет, можно. Жизнь после химизма, да. Не трогать, не трогать. Жизнь после химизма. Ну, это то же самое. Ну, да. И тогда... Это или... А я так и сделал. У меня одна стрелочка показывает, что вот это все мы переносим вниз, а другая стрелочка, что это снизу переносится вверх. И все. Ну, просто тут как-то идея, тут жизнь, она как-то... Да. Уже ладно, уберите. И пошли идеи. Ну, сначала надо родиться, потом будет идея. Как вы считаете? Ну, естественно. Ну, короче, должен быть человеком. Мы это знаем хорошо по себе каждый. У кого идея была раньше рождения, пусть скажет. Кто помнит. Есть? Кто помнит? Есть? Такие люди. Некоторые загадочно улыбаются. Они знают, что у них это было, но они не сдадутся, потому что засмеют ведь. А ведь истину не хочется на подсмешище выставлять. Так. Ну вот, товарищи, что из этого следует? Из этого следует, что... Вот как нам советовал Владимир Ширин, что делать с наук и логикой? Материалистически истолковывать. Мы только. Это правильно. И что истолковывать? Что тут истолковывать? Тут все материалистическое, кроме вот этого вот. Мы его истолковали. Да. Но он еще советовал. Штудировать. Вот. Вот спасибо, что вспомнили. А что вот, штудированием мы и занимаемся. То есть мы ничего не пропускали. Мы никакие слова не укидывали. Мы не говорили, что не надо это читать у Гегеля, потому что это идеалист написал. Да? Мы все отчитали. Читали. И не по одному разу. И не потому, что нам, так сказать, не только потому, что нам хотелось лучше понять, а потому, что по первому разу некоторые вещи вообще непонятны. Так что мы поэтому вынуждены были и по первому, и по второму, и по третьему штудировать. Потому что без этого непонятные вещи. И нам непривычны те категории, с которыми мы обычно не имеем дело. Кто, где, в какой науке сейчас, в каком преподавании дает эти категории. Вот только сейчас появляется литература, в которой это есть. И да, над река там успели преподавать. А? Вон, вон, стоит, вон, видишь, вон, прям книга лежит у секретаря партера. А я ее преподаю? Да, я ее преподавал. Я преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Государственном. Государство у нас буржуазное, к вашему сведению. Это наш университет готовит президентов и премьеров. Тоже вам, как известно. Это пятый курс исторического факультета. Вот так что на нем полный курс был такой сделан. Вот он и вышел. Но уже вышел он не по моей инициативе. Вот сейчас он вышел третьим изданием в Москве. А сейчас нет пятого курса. А? А сейчас нет пятого курса. А значит успеть надо. Вот будете, так сказать, сидеть молчать, вы уже одно закроете, другое закроете. Надо немножко так темпу прибавлять. Вы не молчите, но было слабовато. Почему это слабовато? У нас газета 42 тысячи, 45 тысяч уже экземпляров. Это не слабовато. И раздается у заводов. Есть у нас, кто с нами соревнуется. Пусть кто-нибудь нам сообщит, что у него есть газета, коммунистическая, которая распространяется у заводов. Больше чем 45 тысяч. Мы порадуемся. Думаете, мы будем просто завидовать? По-моему, это... Чего? Мы раздавали, я говорю, тоже. Мне там, по-моему, 60, там было еще. Вы разговаривали или видели? Нет, я брал газету и ты видел. Ну, смотрите, мы раздавали, и там же еще... Вот у нас вот в этой книге, которую не я издавал, там уже написано на одной странице, издание 22-й год, а выше 23-й год. А тираж вообще не указан. Это вообще некоторое нарушение, потому что в книгах должны указывать тираж. Ну, там товарищи решили, что они продавать будут. Поэтому зачем же мы будем указывать, этот тираж указывать? Мы будем продавать, продавать, продавать. И все. Сколько надо. Еще будут заказывать, еще будем продавать. Марксизм же сейчас выгодное дело. Пиздец. А вот вы занимаетесь нелестный чек. Марксизм надо заниматься. Вот где деньги люди делают. Ленина... Сейчас вот началась эта спецоперация, меня позвонили из издательства Питера и сказали, Михаил Васильевич, все ваши книги сметены. Все. Продаем только в электронной форме. То, что осталось. Вот все, что было там под эгидой Пучкова, издано, там было много книг. Там и с Яковлевым, и с Жуковым, и с Моисеенко, и с Золотовым. Все сметено. То есть, поворот общественного сознания в эту сторону. Давай нам такие книги. И все. Поэтому это люди, это же беспокоились уже кто? Ну, коммерсанты в своих родах. Они, конечно, не противники, они не против коммунизма. Но еще лучше, если этот коммунизм будет деньги давать. Вот он и дает уже. Выгодное дело. Я сейчас думаю, что сюда пришли некоторые из идеи познания исходя, а некоторые уже с коммерческими целями. Но пока еще не определились. Поставляют бизнес-планы. Да, бизнес-план составляют сейчас. Чтобы правильно составить бизнес-план, надо рассмотреть структуру науки и логики. И ее проблемы материалистического истолкования. Вот такая у нас интересная, значит, штука. Вот. Значит, теперь, что, я думаю, нам надо делать? Значит, у нас такой период, когда мы просто изучали, подряд читали, закончился. Это не значит, что не надо ее читать. Я, например, с удовольствием ее читаю. Это вот любимое чтение. Я как почитаешь немножко и сразу приобщаюсь к чему-то более умному и высокому. Поэтому это вообще полезно для здоровья и для жизни. Вот. А вот не читаешь, начинаешь болеть. Я вот перестал Гегеля читать, теперь пойду на операцию глазную. Думал, я уже все прочитал, могу и не читать. Нет, это так просто не получается уже. В связи с этим, я вынужден доложить, что у нас в декабре, вот здесь занятие проводится, ой, простите, в ноябре проводиться не будет. А будут проводиться они в декабре, во второй и четвертый вторник, как обычно. Но всем членам кружка, те, которые здесь присутствуют или не присутствуют, это не важно. Значит, задание какое? Вот прочитать, прочитать теперь третью книгу так, как мы с вами наметили. Как ее надо бы понимать материалистически. Это реальная задача? Да. Реальная, вполне. Правильно? За месяц вот такую книгу реально прочитать? Ну, это такая... Задачи понять нет, потому что это, я считаю, если бы вы такую задачу поставили, это гордыня. Кто все понял у Гегеля? Поднимите руку. Я не подниму. А вот он хотел поднять, а потом раз и туда спрятал. Были, были, писали, были, которые писали, что уже поняли Гегеля, что готов уже снова писать, новую логику, я еще помню, там лет 10 назад. Да, но то, что говорит, понял... Но мы их как-то уже больше не видим. В основном он не понял, а то, что понял, то понял неправильно. Так что, такая штука. Значит, задача такая, вот за месяц нужно прочитать это, ну, какая, с одной стороны, не грандиозная задача, а с другой стороны, с точки зрения исторической, грандиозная. Еще таких людей у нас в стране и в мире, которые бы вот так прочитали Гегеля, для того, чтобы его, вот так сказать, увидеть, как он выглядит, материалистически преобразованных, не было. Поэтому вот такой месяц на это выделяется. Поэтому нам надо не столько это обсуждать, сколько потом мы в декабре будем обсуждать, так сказать, ваши впечатления от этого, и настроения, и соображения. Ну и, соответственно, подготовить свое выступление на кружке. У нас же кружок раньше был как? Вот мы двигаемся вперед, и вот, ну, я там распахиваю, а вы помогаете барановать. А сейчас мы сделаем по-другому. А сейчас мы вот такое чтение устроим. Сергей Викторович, может быть, вы тоже прочитаете, я надеюсь. Это будет хорошо. Вообще, таких людей на земле, вот, которые прочитали Гегеля, мало, хоть по одному разу, а таких еще, которые его прочитали, вот так перечитали, как мы, и вообще, вот только те, кто вот сейчас здесь есть, и те, кто из тех, кто увидит, Сергей Викторович это все выдаст, на канале Фонда Рабочая Академия, а я в этот раз напишу обязательно, беру на себя обязательство, значит, написать соответствующее сообщение, чтобы можно было под роликом поставить. Ну, и мы приглашаем товарищей к этому, к такому чтению, правильно, не только членов нашего кружка, а все люди, которые это будут делать, они тоже члены нашего кружка. У нас кружок не закрытый для изучения диалектики, правильно? Давайте изучайте. Так что, здесь находится у нас, можно сказать, актив наш, но у нас люди в других городах, в других странах есть, которые это изучают. Тем более, вот эта вот книга, про которую я вот говорил, она издана в Иране тиражом тысячи экземпляров, а в России издана была 10 лет назад тиражом 300 экземпляров, в Иране больше. Может, поэтому они нам беспилотники поставляют? Они там это разобрались, в этом деле. И делают самые лучшие в мире беспилотники. Даже вы параллели проводите? Так параллели. Так можно только диалетикой. Так параллели, это как раз можно проводить любую, потому что они не пересекаются. Вот если бы я перпендикуляр какой-нибудь поставил, вы бы сказали, не через ту точку провел. А параллели, сколько не идешь, тут забор, тут забор. Не ездили в Москве на Рублевке, я вот однажды там проезжал. Меня провезли. Она вот такая вот. Я думал, какая-нибудь такая улица. Там все, грандиозные дачи, хотя высокопоставленных и высокобогатых. А она вся такая. Я думал, почему она такая? Я думаю, она может по заявкам ФСБ, чтобы не простреливалась она. А то если будет, вот такая. Ну и двойные заборы. Из права до забора, слева, по пять метров высотой. Так что там так, там пешком как-то очень сиротливо было бы ходить. Я бы туда не пошел бы туда. Страшное дело. Лучше ходить по Невскому или в Москве прямо по Красной площади. Там хорошо, просторно и не опасно. Ну вот такая мысль, как вы относитесь к моему предложению, поскольку предложение, хотя оно исходит от руководителя кружка, но оно обращено к членам кружка. Я-то на себя обязательство такое беру. У нас вот староста сейчас скажет. А что? Мы можем отказаться? Обязательство можно. Вы-то можете отказаться. Делать-то все равно надо. Нет, обязательство взять можно, но сделать или не сделать, это уже... Так тогда проще уже. Кто не делает, того покарает суровую рука товарищей. Ну а как у нас еще? Это мы же тут... Ну правильно все? Ну там более жесткие формировки я не употребляю. Михаил Васильевич, это надо сделать 13 декабря. Да. Это надо сделать в 13 декабря. А несчастное число это для тех, кто не сделает. Для тех оно будет несчастным. А для всех остальных оно будет счастливым. Ну то есть время есть. Ну и задача такая. Мы никаких заданий в течение всего периода кружка, кроме того, что читайте, 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 читайте. Никто никак ни в чем не ограничивался в свободное чтение. А тут у нас задача связана с тем, что мы понимаем, ради чего мы читаем. Потому что мы сколько можно уже лет, уже десятилетий, уже на чистолетие пошли, чтобы повторять, что, так сказать, надо истолковывать Гегеля материалистически. Ну надо, надо, надо. Ну кто-то должен это сделать. А кто может? Вот кто лучше, где вот лучше, так сказать, идут занятия? Ну вы, конечно, я согласен. Я не сказал я. Да, я понял, что я. Как вы можете сказать я такой уважаемый человек. Вы что-то, все равно. Профессионалы дискуссии. Вот идея. надо заклад подготовить. Ну да, я думаю, что такое сообщение надо будет сделать. Каждый доложит свои чувства. Чувства интересные здесь, потому что получил. Читал и плакал. Нет, коротко ясно. Это Гегель там радуется на том свете. Это как есть анекдот о том, когда все посыпалось у Горбачева и он долго думал и потом решил позвонить Сталину на тот свет. Сейчас они уже лично разговаривают. разговаривают? Нет, Сталин сейчас с ним не разговаривает. Он сейчас с ним разговаривает. А тогда он еще был момент, что может человек не понимает или не знает. И ему Сталин уже все понял. Он говорит, так, это иди сюда, это не телефонный разговор. Сейчас Глобри и Пал сейчас разговаривает. Да, да, да. Это не телефонный иди туда же, где товарищ Сталин. Вот такие у нас задачи. Я считаю очень хорошие, потому что у нас, поскольку освещается вся деятельность кружка и за этим многие наблюдают. И вообще надо сказать, что количество просмотров, которые есть, почему-то в связи со операцией резко увеличилось. Потому что, скажем, просмотр ролик у Пучкова о науке-логике Гегеля, вот у нас было с ним беседа, миллион шестьдесят тысяч. Я таких просмотров до последнего года не видел. Ну, было максимально семьсот тысяч о пренсионной реформе, о фашизме четыре с половиной миллиона, а деноцификации, а спецоперации по деноцификации миллион четыреста. А снижение цен, которое никак не связано с этой вроде бы политической такой повесткой, да, а снижение цен миллион семьсот. Причем это ничего не делалось после этого смысла того, что вот как он повесили его. Это люди жадные просто. А? Люди жадные. Жадные, да? Денегам жалко. Да. Вот, так что мы с вами вообще, как вы наверное сейчас заметили, что в нашем общественном сознании коммунистические идеи, марксистские идеи, они получили широкое распространение и это выделяет современную Россию. А некоторые товарищи такие вот, как Казенов, например, Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, он это зафиксировал научно, что у нас не просто капитализм, у нас капитализм со следами социализма, ну, из коммунизма. То есть коммунизм был, правильно? Поэтому коммунистическое, оно просвечивает все равно. И оно, между прочим, в медицине просвечивает, в образовании просвечивает. Ну и потом у нас, оно просвечивает уже и в том, что, скажем, одна была Конституция, за которую никто не голосовал, потом была вторая, за которую отдельные пункты какие-то голосовали. А вот там есть такое положение в Конституции России, которое никто не трогал, которое говорит о том, что в России нет государственной идеологии. А раз нет государственной идеологии, вот мы чем сейчас с вами занимаемся? Выработкой государственной идеологии. Возможно. А? Скорее всего. Ну, нам задание такое дано. Кто дал этому государственному? Как кто? Читай вот раздел субъективности. Вам прям все скажи. Может, вы и дали нам это задание, а мы все сидим тут и выполняем. Они все, те, которые дают задание, так выглядят, скромные, так и в темном ходят, раз, дают задание. А потом, кто не сделает, потом пропал человек. Если этого не будет сделано, это же страна пропадает. Без диалектики, правильно? Без марксида. Да. У нас же есть закон принят о государственном стратегическом планировании. Знаете, да? Он заморожен. Гражданину Медведеву, когда он был президент. Как можно заморозить закон? Я баранину знаю, как заморозить воду, как можно заморозить. Что еще там? Ну, какие-то продукты. Как можно закон заморозить? Причем закон принят естественно думай, потом Советом Федерации, потом подписан президентом, то есть законодательным собранием принят, подписан президент. Еще и опубликован. И опубликован. Все. Его никто не может ничего никуда деть. Нет. Но сейчас он входит в силу, потому что невозможно вести, так сказать, такую вооруженную борьбу, не планируя производство. и обеспечены некоторые моменты, льготы тем предпринимателям, которые мобилизованы. Потому что им тогда отодвигают кредиты, пока временно там их блокируют к ним требования и так далее, пока они находятся в составе армии. Поэтому ситуация такая историческая, что эти самые следы коммунизма в российском капитализме их уже никуда не денешь. Сначала казалось, что раз и все. Их в одной части Советского Союза удалось их сильно подавить, но не совсем. Потому что, например, ЛНР и ДНР это те части, которые не согласились с этим. решения. Ну, тогда с ними решили, так сказать, бороться, но тогда Россия за ним помогает в целом. Поэтому надо сказать, что то, о чем мы с вами говорим на философском языке, имеет не только диалектико-материалистический аспект, но и историко-материалистический аспект, который мы с вами чувствуем, знаем. И это из таких идейных познаний, без которых никакое преобразование действительности по линии прогресса невозможно. Вот эти соображения, я думаю, будут некоторым дополнительным стимулом к тому, чтобы мы это задание, которое сформулировано сегодня, выполнили. я тоже беру на себя питательство прочитать то, о чем мы договорились еще раз. Я могу только поделиться своим чувством, что каждый раз, когда я очередной раз читаю, я в начале удовольствия не особенно было много, больше было муки такой, ничего не понятно. Получаешь, наконец, удовольствие от этого. потому что как-то не силишься по-другому сформулировать, а по-другому это не получается сформулировать. По-другому какая-то чепуха получается. По-другому у вас хорошо очень получается. Я все понимаю, что вы говорите не фигарит на нашу написанную. Только я и читаю. 50 лет все время и читаю. 50 лет у вас тоже что-то сложится. Да. Потому мы ходим на кружок. А теперь не только ходить надо, еще надо зачитать. Каждый год он тяжелее и тяжелее учить к Кегеля. Теперь заставляют еще и читать. Да. То есть руководитель кружка обнаглел потребов, чтобы еще и прочитали эту книгу, которую обсуждали. Это как в анекдоте про пожарника. Как говорит все нормально, хорошая работа. Как пожар хоть немедленно. Ну так. Какие есть вопросы и предложения или соображения? Я так понимаю, товарищи все с пониманием отнеслись к тому заданию, которое от кружка дано для самостоятельного выполнения, потому что никуда самостоятельное чтение, изучение, его никуда не денешь. Правильно? Это естественно. Это требует самостоятельной работы. Это во-первых. Во-вторых, все вы знаете мой телефон. Пожалуйста, если будет вопрос, я имею ввиду членов кружка, вы звоните. На работу в каком виде? Типа маленькие статьи? В любом. В любом. Сейчас это очень просто. Вас запишут, потом раз и текст идет. Кто? Ну запишут вам видео, а там сразу и текст. С ошибками правда, но уже и текст появляется. Это не проблема. Но если вы напишете, тоже будет хорошо. Очень интересно было бы некоторые заметки. Товарищ Назаров, он пишет же время от времени. Кратко о Гегель. У него такой курс. А другие молчат. Думаю, да черт его знает, может Гегель что-нибудь напутал, вляпаешься в эту историю. А есть смелые люди уже пишут, не боятся. Ром я знаю только наш кружок, который занимается последовательным изучением. Другие берутся, доходят до снятого бытия и все короче. На это что окончается. Слабаки. Я говорю, не встречал никаких пока. И я не встречал. Потому что кружок у нас давно очень существует. Именно этот конкретно он где-то с ноября 2012 года. А до этого у нас по существу с начала 90-х годов. Вот как мы проводили у товарища Федотова дома проводили у нашего связного Сергея Михайловича Шульженко дома тоже. А он инвалид, но он на телефоне сидел и был связным партией. Вот его уже нет. А потом мы уже под вашим руководством действовали. При моем пособничестве. Правильнее сказать при моем пособничестве. Ну если это зависит от того как на что будут вести или на хвалу или на оборот. Ну вот я поэтому пособничестве. Товарищ гражданин Попов при пособничестве гражданину Мордовина и примкнувшим к ним товарищам. Материалистически истолковали истолковали. Материалистически истолковали книгу Гегеля которую и так все считали. Дело в том что действительно 10 лет назад была бурная дискуссия в определенных кругах по поводу того что Гегель он уже идеалист но чего его читать? Индеалист. Мы материалисты. А мы типа материалисты. зачем нам материалистам читать идеалисты? Ну действительно. Вон Маркс Энгельс почитали Гегеля и сколько они были материалистами пока Фейербаха не прочитали. Сколько они времени своего потеряли? Сколько сказать? Ну вроде на изучение диалектики. А потом только на применение. После сущности христианства они стали или после сущности христианства материалистами стали. До этого были млады гегельянцами. Так есть еще вопросы? Нету? Тогда на этом мы завершаем. Значит у нас следующее занятие кружка на котором будут заслушаны впечатления записки соображения мысли участников не только тех которые здесь присутствуют но и те которые будут присутствовать из тех кто придут на занятие. на приятного млад 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 Продолжение следует...